МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ-2 вы смотрите новости общественного телевидения Наукограда в студии Антонина Лемкова. Евгения Андреев, здравствуйте. Сначала коротко о главных темах выпуска. 55 лет на службе горожан. Бийский трамвай празднует юбилейный день рождения. Седьмое чудо в промышленной зоне. Каменная Мадонна появится уже к концу лета. Прыжок с моста и малолетние нарушители закона. О ночной жизни Бийска расскажем в начале выпуска. Сегодня в четвертом часу ночи 28-летний парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прыгнул с коммунального моста. К счастью, он остался жив. Видимо, спасли крылья любви. Ведь именно ради девушки он пошел на этот безответственный поступок. Как удалось выяснить нашему корреспонденту, таким образом молодой человек хотел доказать своей девушке, что любит ее. Бийчанина доставили в центральную городскую больницу. Однако никаких серьезных повреждений медики не выявили. Мужчина не попал в воду, а приземлился на песок и отделался только легкими ушибами. Скорее, редко исключение из правил. Все могло бы закончиться трагедией, как летом прошлого года. Такую же глупость совершил молодой человек. Его тело до сих пор не найдено. Так что специалисты советуют бийчанам искать другие безопасные способы признания в любви. Несмотря на летние каникулы, бийским подросткам следует устанавливать будильник. Только вот не на утро, а на вечер. Комендантский час в Алтайском крае никто не отменял. Этой ночью полицейские, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и представители общественности отправились в рейд на задержание нарушителей закона. Теперь наш корреспондент знает, где в бийске пиво пьют и морды бьют слово Евгению Плохотину. С наступлением темноты все подростки должны находиться дома. Уже шестой год на территории всего Алтайского края действует комендантский час. А это значит, что для лиц, не достигших 16-летнего возраста, ровно в 10 часов вечера заканчивается детское время. В противном случае за такие ночные прогулки родителям придется заплатить штраф. В этот вечер в городском парке все отдыхающие оказались взрослыми. Однако их тоже нашлось за что пожурить. Распитие спиртных напитков в общественном месте недопустимо. Выливай и выбрасывай. А вот в один из дворов по улице Ленинградской комиссия подоспела, что называется, вовремя. Один из парней стоял с разбитым носом и окровавленными руками. Полицейским он пояснил, что просто упал. В толпе парней прохлаждалась студентка. Проводить свою девушку молодому человеку так и не дали. В ходе проверки выяснилось, что она уже как час должна быть в общежитии. Хотя всего минуту назад заявила инспектору, что совершеннолетняя. Но лгать служителям закона мы вам не рекомендуем. Если у нас есть сомнения, соответственно, мы пробиваем по базе данных. База данных РБД региона. Вот как сейчас было. В общежитие нарушительницу комендантского часа доставили в сопровождение полицейских. Уже вскоре о ночных похождениях дочери узнают родители. Кроме того, предписание будет направлено в адрес учебного учреждения. Там выяснят, как 17-летняя студентка в первом часу ночи оказалась на улице. Напоминаю, что нахождение несовершеннолетних запрещено в возрасте до 16 лет. До 22 часов местного времени. С 16 до 18, до 23 часов местного времени. Максимальное наказание – 2000 рублей. Платить штраф придется родителям. Но главная цель комендантского часа – не наказание детей и родителей, а профилактика преступлений. Буквально на днях два 16-летних подростка, причем из благополучных семей, стали фигурантами уголовного дела. Сговорившись, в 4 часа ночи они разбили стекло, залезли в магазин и похитили алкогольные напитки. Теперь отвечать придется по закону. Им грозит срок лишения свободы до 5 лет. Данный закон все-таки в первую очередь направлен на повышение и обеспечение безопасности нашего подрастающего поколения. Они будут ничем не ограничены, когда достигнут совершеннолетия. А сейчас все-таки до 18 лет. Основную ответственность за их жизнь и здоровье несут родители. Считаю правильным, чтобы без их присмотра они не должны находиться на улице в столь позднее время. С начала года в отношении нарушителей закона Алтайского края составлено более 30 административных протоколов. В основном мы проверяем места, где возможно местонахождение несовершеннолетних, смотрим увеселительные заведения, ну и также в дневное время те места, в которых вообще пребывание несовершеннолетних запрещено. Такие рейды в летнее время будут проходить регулярно. Если выяснится, что подросток в буквальном смысле ведет ночной образ жизни, инспекция по делам несовершеннолетних поставит семью на учет. И внимание со стороны правоохранителей к ней будет более чем пристальное. Евгений Плохотин, Андрей Грызков, Новости ОТН. Его разработки должны заинтересовать наукоемкие предприятия и технические вузы страны. Кроме того, Павел Захаров уже сейчас готов подать заявку на участие в проекте «Молодые ученые наукограда». Локализованное состояние в кристаллах металлов и сплавов он изучает более семи лет. Под этому конкурсу подошел не с голой идеей. Подробности знает Ирина Дубицкая. Если бы вот здесь вот ванны разместить. Ну, можно было бы, неплохо. То есть на сайте вы так делали уже, да? Угу. То есть, кстати, как у вас там с сайтом-то работает? Нормально? Доцент кафедры физики и информатики Академии образования имени Шукшина впервые о проекте «Молодые ученые наукограды» услышал два месяца назад. И сразу же решил, будет участвовать в нем. Молодой человек изучает металл и сплавы, а именно эффект локализации энергии в них. Знания Павла Захарова будут полезны олеумному заводу ФНПЦ «Алтай» и заводу стеклопластиков. То есть тем предприятиям, которые разрабатывают и внедряют новые материалы с заранее заданными свойствами. Сфера очень широка именно по нано-волокнам, если говорить. То есть в заявке у меня как раз-таки и сделан упор на нано-волокна, на нано-пленки и объемные материалы. То есть это может быть и хирургия точечная, фактически подвод определенного количества, именно, скажем, тепловой энергии к чуть ли не клетке, к единичным таким очень маленьким объектам. Также результат работы Павла Захарова будет интересен вузам страны, в том числе и нашим бийским. Сегодня молодой ученый с нетерпением ждет старта заявочной кампании. Жилье – вот главная награда проекта. И именно о нем мечтает молодой мужчина. Наиболее актуально для меня, как молодого специалиста, у которого есть семья и маленький ребенок, это все же предоставление ведомственного жилья. То есть на это в основном ориентируемся. Но в случае, если будет предоставлена другая форма поддержки, то, естественно, будем только рады. То есть и грантовая поддержка интересует, ну и в том числе и стажировки. Не откажемся, естественно. Автор проекта «Молодые ученые Наукограда» депутат Государственной Думы Александр Прокупев считает, сегодня главная задача – выявить новые перспективные научные идеи, помочь в их реализации, а значит, способствовать поднятию экономики родного города. До приема заявок на участие в проекте осталось меньше двух месяцев. Если и у вас есть достойная идея, дерзайте, участвуйте и побеждайте. Ирина Дубинская, Алексей Мельков, Новости ОТН. Алтайский край вошел в пятерку самых экологичных регионов страны. К такому выводу пришли специалисты Общероссийского общественной организации «Зеленый патруль». Они составили рейтинг регионов России. В десятке лидеров также Тамбовская, Белгородская, Томская и Курская области, Республика Алтай, Чувашия, Чукотский автономный округ. Алтайский край на пятой строчке. Ее он разделил с Ульяновской областью, набрав 54 положительные оценки из 100. В своих исследованиях специалисты принимают во внимание состояние воды, земли, лесов, атмосферы, оценивают нормы Санпина и другие показатели. Стоит отметить, наш регион в десятку лидеров входит на протяжении нескольких лет, а за последние три года даже улучшил свою позицию. Возможно, благодаря тому, что в 2012 в Алтайском крае начала действовать долгосрочная целевая программа в сфере мусоропереработки. Она рассчитана до 2016 года с перспективой до 2020-го и включает ряд мер по переработке бытовых отходов. А ведь мусор, именно мусор остается главной проблемой в регионах, считают экологи. А вот самому экологичному транспорту Бейска исполнилось 55 лет. 13 июня 1960 года впервые в нашем городе раздался стук металлических колес. На линию вышли пять трамвайных вагонов. Они перевозили рабочих на химический комбинат. Протяженность путей тогда была всего лишь 10,5 километров и только одно направление. Сейчас трамвайная сеть – это около 80 километров путей и 5 маршрутов. И сегодня во Дворце культуры Бийского олимного завода состоялось торжественное поздравление сотрудников транспортного предприятия. В зале почетные работники предприятия – это те, кто работал в Бийском трамвайном управлении не менее 20 лет. Более ста человек получили почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства транспорта Российской Федерации и администрации города. А также каждому была вручена книга почета Бийского трамвайного управления. Сегодня на предприятии работает около 600 человек. Ежедневно на рейс выходят 43 вагона. Всего же их в парке 100. На слуху у бийчан экскурсионные и библиотечные. Несколько оборудованы бегущей строкой. Есть вагон с детскими рисунками. Главное преимущество трамвая в том, что ему ни страшны ни пробки на дорогах, ни состояние дорожного полотна. Только за прошедший год в бийских трамваях проехало более 17 миллионов пассажиров. Самые большие провозные возможности этого трамвая. Это регулярность, какая положенная, почти 100% этого трамвая. Мы выходим вовремя, заходим вовремя, к остановкам подъезжаем вовремя. Ну, за редким исключением, когда какие-то происходят непредвиденные случаи. Его скульптуры украшают центральные площади Новосибирска. А в Бийске они тоже есть, но почему-то только на окраине города. К белоснежным фигурам в сквере завода Сипри-Бормаш летом добавится еще одна. Бийчанин Николай Порубов трудится над очередным творением уже два месяца. Во что на этот раз бийский пигмалион превратит глыбу мрамора, узнаете из следующего сюжета. Запороженное белоснежное поле посредине лета. Не удивляйтесь, то, что слепит глаза и искрит под солнцем, не снег, это камень. Главный и любимый материал Николая Порубова. Скульптор работает с полоцким мрамором. Этот материал, по его словам, очень благодарный. Он белоснежный, не имеет включения другого цвета и вязки, позволяет воплотить любые задумки. А задумок у скульптора великое множество. Рука с розой, девушка с корзинкой, ангел. Когда-то они были каменными глыбами. Мастер вдохнул в мрамор жизнь. И вот теперь очередное творение. Мадонна с ребенком. Сейчас половина работы уже выполнена. Еще виден сырой мрамор, но уже прослеживается образ. Уже из творческого опыта, значит, вывел себе, что лучше всего начинать скульптуру сверху, как делали старые мастера. И с передней части переходить на заднюю. И завершать, конечно, там внизу, значит, около пяток. Образ должен выражать заданный смысл. Это самое главное и самое сложное, по мнению скульптора. Важна каждая линия, каждый штрих. Сначала выполняется маленький макет из пенопласта, а уже с него образ переносится на камень. Точнее, от камня отсекается все лишнее. Каждая скульптура – результат содружества. Рядом с талантливым скульптором работает его супруга. Причем именно на ее хрупких плечах лежит самая тяжелая подготовительная работа. Моя задача – откалывать камни. Большие бывают, бывают огромные, бывают маленькие. Так вот, прежде чем отколоть камень, нужно просверлить много отверстий перфоратором. А потом в эти отверстия вбиваю к линию. Мраморная Мадонна с ребенком появится на свет примерно через полтора месяца. Она станет уже седьмой фигурой в парке Сип-прибормаше. Сегодня этими статуями восторгаются не только работники предприятия, но и обычные горожане. Они специально приезжают сюда. Мастер не без гордости сказал, что и сам любуется своими творениями. Мне даже трудно вериться, что некоторые фигуры делал именно я. Потому что каждая складка настолько прочувствована. И когда на макеты гляжу, то не верю, что это действительно все уже осуществлено. Сегодня автор полон творческих идей. Он верит, что когда-нибудь его работы украсят не только парк на окраине Биска, но и центр Наукограда. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, Новости ОТН. 12 июня вся страна будет отмечать День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете. Завтра в нашем городе на разных площадках пройдут праздничные мероприятия. В 11 часов бичан ждут на бульваре Петра Первого. Там состоится городская молодежная акция. А в 12 часов в городском дворце культуры пройдет праздничный концерт. Главный краевой праздник пройдет завтра на Бирюзовой Катуне. Фестиваль так и называется – День России на Бирюзовой Катуне. Поздравления гости праздника получат от творческих коллективов не только со всей страны, но и из Казахстана и Украины. А вот бичане принимают поздравления уже сегодня. Наш земляк, депутат Государственной Думы от Алтайского края Александр Прокопьев, через нашу редакцию желает вам здоровья, мира и согласия. И отмечает, этот праздник является символом единства народов нашей страны, сплоченности жителей во имя процветания Родины. У всех нас разные мечты, судьбы, надежды, но нас объединяет одно – мы граждане России. Страны с историей великих побед и достижений, умных, сильных и талантливых людей. Отметил в своей поздравительной речи Александр Прокопьев. А в преддверии праздника Дня России в поселке Заря провели мероприятие «Я живу в России». Сейчас с нами на связи Надежда Деревянко, директор местного Дома культуры. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Но ждем подробностей проведения мероприятия. На этом мероприятии дети присутствовали первые, вторые, третьи, четвертые классы. Мероприятие началось с того, что заиграл гимн, дети зашли, я поздоровалась с ними. Дети уже знают, что нужно встать. Я прочитала им стихотворение о России. Потом и задавала вопросы такие. Как называется наш край? Столица Алтайского края? Как называется наш район? Как называется наше село? С каким городом расположено наше село? Какая республика расположена недалеко от нас? Также я с детей познакомила с такими символами, как флаг России и герб России. Что обозначает каждый цвет – белый, синий, красный? Дети очень хорошо отвечали на вопросы. Спасибо за подробный отчет. Хороших вам выходных. Звоните нам еще. До свидания. Звоните и вы, дорогие телезрители. Мы ждем новостей из всех населенных пунктов. Если вам есть, что рассказать зрителям общественного телевидения Наукограда, скорее берите телефон и набирайте наш номер. 31 10 50. Мы с огромным удовольствием беседуем с каждым. По новости на сегодня это все. Но эфир УТН продолжается. Ну а мы же с вами прощаемся. Приятных выходных и всего доброго. Берегите себя. До встречи в понедельник.